Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, дорогие мои! Сегодня у нас середина осени и первый мороз. Минус один в норвежской столице. Так вот, огромное спасибо вам за комменты ваших под моими видео. Спасибо подписчикам и спасибо зрителям за то, что подписываетесь на мой канал и пишите свои комменты. И именно по этим комментам я делаю следующие выпуски. Например, в следующие выпуски я буду говорить о так называемых правильных мусульманах и про нас, каферов. Но это ладно. Сейчас основная тема, которую подбросил один из зрителей, это работа, трудоустройство в Норвегии. Про другие страны говорить много не буду. Я так воспитан, что в профессиональном сообществе я так воспитан, что никогда не говорю о том, чего не знаю. А вот о том, чего знаю, я вам расскажу с удовольствием. Так вот, многие из вас пишут, что сделали какие-то контракты, сделали какие-то договоренности с агентствами по трудоустройству в Норвегии. Что лично у меня вызывает как минимум сомнение, вопрос и улыбку. Почему? Сразу начну с самого конца. Мое мнение таково. Я живу здесь 21 с половиной год. И первое, что я слышу, у меня сразу возникает мнение, что это эти люди попались на уловку мошенников. То есть, как правило, все эти агентства по трудоустройству, очень многие из них, это какие-то мошеннические схемы на лоха. Почему? Поясняю. Во-первых, в Норвегии действительно очень большие зарплаты, но очень большие требования и очень большие налоги. Я, к примеру, поплачу 42% налогов. Представьте себе. И практически вся моя зарплата уходит на платежи по ипотеке, кредитам, обязательные платежи, свет, квартплаты. И на зарплату жены мы живем. Ребята. Во-вторых, здесь очень серьезная проблема безработица. Чтобы пригласить иностранного специалиста, это, по сути, невозможно. Это надо доказать, что в Норвегии такого специалиста нет. Учитывая, что есть очень сильная, такая сильнейшая в мире организация, называется польские профсоюзы. Они объединены в какой-то один, название которого, конечно же, я не знаю и не выговорю никогда. Так вот, польским профсоюзам больше 100 лет. И работают они по всему миру супер, трюпер, как хорошо. А второй момент. Здесь есть балтийские государства. Они тоже стали копировать поляков последние 30 лет. И у них есть успехи. То есть ребята из Литвы, Эстонии и Латвии вполне себе здесь адаптированы. Тем более практически у всех у них есть английский язык. Третье. Последние два года есть еще один стимул такой. Это украинские беженцы. Я сам был беженцем в 2013 году. И в то время, давайте вещи будем своими именами называть, откровенно просто вылизывали задницу сомалийцам. То есть буквально им все льготы, все-все-все-все-все. Но был один момент. И, кстати, я со многими с ними сдружился. Некоторые из них стали даже персонажами моей четвертой книги. Есть такая сомалийская поговорка. Человек рождается усталым и живет, чтобы отдыхать. В общем, я не хочу сказать, что все сомалийцы абсолютно ленивые. Но заставить их работать на тяжелых работах очень проблематично. Чего нельзя сказать о украинцах, которые все сразу хотят работать. И, кстати, им сразу дают разрешение на работу. Что для беженцев вообще-то, ну, по крайней мере, в мое время этого не было. Ты должен был сначала дождаться либо постоянного вид на жительство, либо убежище. Если ты, будучи беженцем, просишь разрешение на работу, что тебе, собственно, не запрещается. Но в этом случае беженец 99,9% сразу получал негатив. То есть первый отказ в убежище. Вот. Потому что ты приехала работать. Далее. Смотрите. Итак, если же кто-то вам предлагает работу, скажем, на нефтяных вышках, имейте в виду, это не 99,9%, это 100, 200, 1000% гарантии вам даю. Это мошенники. Было несколько фильмов, в том числе на английском языке с русскими титрами, с синхронным переводом на русло. Что норвежская компания Statoil, она сейчас переименовалась, не принимает никаких иностранных рабочих на работу. И не принимала никогда. Во-первых, как я сказал, здесь своя большая проблема безработицы. И курсы по переобучению рабочих действуют очень хорошо. Во-вторых, все-таки нефтяные вышки – это объект, стратегический. И туда, чтобы попасть, надо пройти очень-очень серьезную проверку. В том числе и спецслужбы. Да, или на реппись. Они могут проверять у тебя все. Единственное, наверное, что я думаю, только в задний проход с фонариком не заглядывают. Там ничего не приличнее. Я думаю, если им понадобится, они не туда заглянут. А вот, человека проверяют. В-третьих, людей даже на простейшие специальности здесь обучают на специальных своих курсах. То есть, скажем, такой, как ПТУ, как минимум год новой специальности. Поэтому, если вам говорят, что вас берут на нефтяную вышку, никто не хочет работать, потому что там вахта, там никто… Ты будешь ходить только со звуки отбивать там этим гаечным ключом или отмораживать, отбивать… А, разбивать, сейчас скажу, разбивать лодки ото льда. Помните, это мошенники. Ну, во-первых, потому что океан не замерзает, вы знаете, да? Во-вторых, здесь хватает своей рабочей силы. Ну что же, давайте сейчас небольшая пауза. Потом я вернусь к вам из своей, так сказать, кишфана, своей коморки. Друзья мои, это первая часть моей интеграции. И, пожалуйста, сейчас не закрывайте видео и не проматывайте ролик. Не корости ради, а токма воли алгоритмов ютуба. А если вас раздражает реклама, то вы можете на время отключить звук и далее посмотреть этот ролик через 4 минуты. Поверьте, я чувствую себя крайне неловко. Но сейчас мне реально нужна ваша помощь. Вот я и решил попробовать. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей кадетской фракции бывшей государственной думы. Ну нет, таким образом я денег у вас просить точно не буду, хотя серьезно нуждаюсь в средствах. Но если вы сделаете простые действия, то здорово поспособствуете моим идеям. К тому же, ваша помощь проста и ни к чему вас не обязывает. А если вам нравится то, что я делаю, то вы можете поддержать меня лайком, подпиской. Это важно, ведь многие почему-то смотрят мои выпуски без подписки. Это непорядок. Вам хорошо, а мне приятно. И повторюсь, вы можете помочь мне финансово. Все ссылки на мои реквизиты есть в описании к этому видео. Для тех, кто живет за пределами СНГ, это PayPal, Revolute или перевод на международный банковский счет одного из моих проектов. Это любительский театр Дача, о котором я расскажу чуть позже или в одном из других роликов. Для стран СНГ это Patreon или несколько подзабытый Western Union. Мною введена программа для меценатов. Тем, кто перечислит в эквиваленте 300 долларов и более, тот получит мои три книги с дарственной надписью, которую я пришлю вам в любую точку мира. В означенную сумму входят и почтовые расходы. Кто же перечислит сумму от 500 долларов и более, тот получит главы неопубликованной пока еще книги и доступ к нашим видео с репетиций политического театра, а также на видеозаписи со спектаклей, которые уже прошли. И вы можете также ознакомиться с моим творчеством как поэта-песенника. Для меня это важно. К большому сожалению, в этот список рассылки моих книг не входят Россия, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Это не моя прихоть, а такова политическая ситуация, что санкции, введенные против Путина, и его шоблы касаются и Центральной Азии, потому как они, пусть косвенно, но все же поддерживают это безумие, а еще никто не хочет попасть под вторичные ограничительные меры, поэтому мы выкручиваемся как можем. Кстати, пользуясь случаем, и это исключительно мой шкурный интерес, зрители из вышеперечисленных стран, напишите мне в любой из социальных сетей, на e-mail или в комментах здесь под видео, сможете ли вы сейчас купить эти книги в ваших странах. Поэтому, если вы подскажете мне, есть ли мои книги в продаже в России, Беларуси и странах Центральной Азии, то вы здорово мне в этом поможете. Если у вас нет такой финансовой возможности, то ничего страшного. Вы можете сделать репост моих роликов, это помогает продвижению контента и развитию моего канала. Опять же повторюсь, пальчик вверх, если вам нравятся мои ролики, а любой комментарий под этим видео или под любым другим видео добавит плюсик в вашу карму. Для этого надо сделать несколько простых действий. Прямо сейчас разошлите это видео своим знакомым, друзьям, коллегам, родственникам и даже врагам, если у вас таковые имеются в наличии. Пусть как можно больше людей узнают правду, ведь только вместе мы можем одержать верх над злом, и тьма не накроет свет. А коль уж, если вам не нравится то, чем я занимаюсь, и это нормально, потому что все люди разные, как пальцы на руках, то, пожалуйста, ставьте пальчик вниз, обязательно пишите гневный комментарий, что вам не нравится, и что именно вы хотите или не хотите увидеть, или в чем я не прав. При этом вы можете поставить дизлайк, повторяюсь, по крайней мере это будет честно. Хейтеры, я вас обожаю. Посмотрим, сколько нас. Ну что же, дорогие мои, пока у моих коллег идет кофе-пауза, я расскажу вам о том, что знаю. Опять же повторюсь, все это исключительно такое субъективное, из личного опыта многих годов. Итак, еще раз повторяюсь, что помните, что ежели вас кто-то приглашает, какое-то агентство приглашает на трудоустройство в Норвегию, на нефтяные вышки, на рыбоперерабатывающие плавучие фабрики, помните, там еще какие-то были, вспомогательный сектор, сельское хозяйство, помните, что это большой процент вероятности вы нарываетесь на мошенников. Как же их распознать спустя вы? Ну давайте по симптомам. Первый сигнал, тревожный. Для вас должен быть, если они требуют сразу денег. Второе, чем я вам могу помочь. Кстати, многие из вас пишут, давай помоги с работы, и помоги, ведь на жительство, дорогие мои, я вам здесь не поможу. Абсолютно, это другая тема, совсем не будем отвлекаться, но я могу вам дать несколько дельных советов, которые сэкономят ваши деньги, здоровье, а может быть кому-то и жизнь. Буду рад всем вам помочь. Поэтому, смотрите какая штука. Повторюсь еще раз. В Норвегии очень серьезная проблема безработица. И любое освободившееся место тут же занимается местным человеком. Да, это может быть мигрант, но у которого есть норвежское образование, который владеет норвежским языком, и чего у вас нет ни того, ни другого, у которого есть все норвежские документы, чего у вас тоже нет. Так вот, смотрите какая штука. И служба занятости, их сайт, вы можете сюда зайти, зарегистрироваться здесь, вот, и вполне себе с ними контактировать, правда, только на английском языке. Далее. Теперь, значит, вот сайт миграционного ведомства, то есть это подразделение МИДа, и их имейлы, по которым вы также можете написать и задать им интересующие вас вопросы. Как иммигрировать и что? Скорее всего, ответ будет для вас отрицательным. Теперь по поводу, значит, фирм. У каждой фирмы есть так называемый орг номер, то есть номер организации. Если не ошибаюсь, в Узбекистане, не помню, как они назывались, в России, кажется, они называются ИНН или что-то такое. В общем, орг номер, номер организации. Он состоит вот так, чтобы не выдавать нищие тайны, давайте я возьму для примера наш любительский театр, который уже зарегистрирован. И, значит, вот есть орг номер. Вы можете зайти в справочную службу. Единая справочная служба, она вот здесь. Посмотрите, пожалуйста, заходите сюда. И, как правило, вы можете здесь вбить номера телефона, правда, без кода страны. И получаете сразу адрес и кто владелец этого номера телефона, с его адресом. Если это организация, значит, выйдет организация. Смотрите, какая штука. Если выходят какие-то непонятные рекламные заставки и прочее, имейте в виду, это должно вас насторожить, потому что организации, которые занимаются честным бизнесом, им, собственно, нечего скрывать. Вот эти, я их называю, фирмы-невидимки, они же фирмы-однодневки, лоховские конторы и так далее. Они, как правило, прячут свои номера и берут их на людей. Ну, буквально эти номера работают совершенно недолго. Так, теперь, значит, по трудоустройству. Если вы хотите проверить организацию, обязательно, вот кроме адресов, которые, вот, к примеру, мне присылают адрес международной компании по трудоустройству, АДЭКО, совершенно верно. Но в чем прикол? То, что, как говорится, они рассчитывают все на лоха. Смотрите, они пишут здесь АДЭКО, там 13.45, собачка gmail.com. Вот это вот gmail.com вас должно насторожить, потому что вот должно быть любое имя, потом собачка и потом сервер этой компании АДЭКО. То есть, имейте в виду, это уже на 100% это мошенник. Имейте в виду, который стрясет с вас деньги. Даже если прямо сейчас они с вас не требуют денег, то они каким-то образом вас нагреют. Ну, вы скептики. Некоторые мне отписали. Ну, подумаешь, там 50, 100, 200 долларов, там, ну, так уж и много. Для кого-то не много, а для кого-то это целый день надо пахать за эти деньги. Даже дело не в этом. Как говорит полиция, то есть они одного кинут там на 50 долларов, другого на 100, третьего на 200, четвертого на 150 и так далее, и тому подобное. То есть, и в итоге у них собирается вполне себе такая реальная сумма. Теперь расскажу те случаи, которые случались с моими земляками здесь. Ну, скажем, какой-нибудь, давайте абстрактно будем говорить, без имен. Какой-нибудь Абдурахман из Кашкадрии или Абдулла из Самарканда или какой-нибудь Ориф из Термеза. Нашел объявление, занял денег у местного бая, поехал сюда, по сути, оставив свою семью там, в заложнике местному феодалу. Потому что, как правило, мало у кого есть такие деньги. Ну, давайте для ровного счета возьмем 5000 долларов. По крайней мере, по тем ценам было от 5 до 10, по-разному. трудоустройство в Норвегию, где перед этим лохом разыгрывается целый спектакль. В данном случае был парень, назовем его Вася, я не буду говорить, какой он национальности, чтобы не обижать весь народ. Ну, в общем, ну, это очень достаточно серьезно, такая этническая ОПГ у нас в Азербайджистане. Ладно, назовем его Вася, какой-нибудь левый Вася. В общем, он контактное лицо. Берут деньги, человека отправляют на работу в Норвегию. Но на протяжении всего общения они разыгрывают очень классный спектакль. То есть тут, конечно, как сказал бы известный театральный деятель верю. Вот. И им верят. Так вот, в любых разговорах все время этот Вася упоминал ой, подожди, мне что-то стало плохо, ой, что-то не так, ну, это была или Ариф спрашивает, что-то не могло, не могло, не могло. Вот так сердце так немножко поболело. Ладно, пройдет. В следующей беседе опять то же самое. Разговор немножко раз, опять что-то на здоровье. Ой, извини, плохо сейчас надо. Таблетку валидола подвезли, все нормально. Потом, значит, вдруг этот Вася нежданно исчезает на три дня. Берет трубку. Жена говорит, вы знаете, он в больнице, все. Потом Вася появляется, говорит, да, вот был сердечный приступ, там туда-сюда переролновался, много клиентов, много работы, надо выехать. Все. В общем, когда наш земляк оказывается здесь, уже, ну что, там должны встретить, работодатели, в аэропорту никто не встречает. Иногда ты бедолага скитается по, значит, сначала идет в отель, конечно, потом все бабки потратят, скитается по улицам, вот, неделю, через неделю все-таки выходит, он наконец-то дозвонился по этому номеру, там, какими-то правдами, неправдами, бежит трубку, там, брат, сват, еще кто-то, говорит, кто такой, ну что, как вам не стыдно, сюда звонить, там, если кто-то не понимает, бросает, в общем, с третьего, четвертого раза, что Вася умер. То есть, единственная твоя ниточка, связывающая тебя с якобы работодателем, не буду переписывать, пусть останется, якобы работодателем, она обрывается. Но потом эти добрые родственники все-таки решают, ты не знаешь, я не знаю, ты ему платил, то с него будешь спрашивать, мы не знаем про его никакие дела, там какой-нибудь дядя, двоюродный дядя, хорошего знакомого жены, родственника какую-нибудь там, да. Ты знаешь, у меня вот там есть, давай, в общем, человека сдают в лагерь беженцев, сюда, никакой работы конечной, этот лох, этот Абдула или Антус Амата или кто там, этот лох, а он лох, в миграционной службе, то есть, это подразделение полиции, у него берут пальцы, отпечатки, полиции, как ты сдал только отпечатки пальцев в Европе, все, ты в их базе, все, это будет за тобой ходить, как бы это ни звучало для мусульман, кощунственно, как крест за тобой, у тебя крест на лбу будет, всегда, вот, твои отпечатки пальцев, там, где ты сдал, в Европе, и так, то же самое, кстати, дублинская конвенция, чуть похоже об этом, так вот, смотрите, его потом сдают в систему беженцев, это лошара в системе беженцев, как и в полиции, дает в полиции интервью, но это допрос, он не называется интервью, он рассказывает, что, как и зачем, что ты ехал на работу, вот так вот, так случилось, все, полиция, им абсолютно насрать, понимаете, вот, клянусь, им насрать на вас, они бюрократы, они чиновники, они все это конспектируют, переводят, и отдают ваше дело в инфрационные ведомства, вот их сайте, так вот, там вас потом, ну, расселяют в лагерь беженцев, потом комплектуют, как положено, переводят во второй, вы в лагерь беженцев, вы там ждете интервью, основное, и вас вызывают, и этот лошара расскажет опять всю историю, как есть, но немножко, правда, уже с другими в лагере пообщался, что-то прибавляет, его начинают ловить на вранье, в итоге он колется, как арбуз, прямо от макушки до самой задницы, раскалывается, выкладывается правду матку, но у них есть вот такая вот брошюрка, она дается, и там между строк написано, кто может получить убежище, разумеется, ему дают отказ, но говорят, знаешь, вообще-то, по норвежному законодательству, экономическое положение в твоей стороне не может быть основанием для убежища и тем более получения ВНЖС, поэтому, извини, дорогой, вали отсюда, дают первый негатив, первый отказ, но ты имеешь право подать апелляцию, при этом тебе дают адвоката, который, в принципе, государство оплачивает ему, по-моему, не то 4, не то 5 часов, вот, работа адвоката, вот, недавно мы как-то обращались со знакомыми, значит, прямо здесь, где я работаю, в этом центре есть адвокатское бюро, такое, ну, скажем, ну, есть к нему вопросы, то есть, не самое дорогое, так, грубо говоря, так вот, они сказали, у нас оплата 1200 крон в час, работа адвоката, но ты должен купить минимум 10 часов минимум и все на 100% предоплате, поэтому по своему личному опыту скажу, это уже как беженец, я говорю, который пошел вот все на своей шкуре, благо, у меня опыт был немного правозащитный, немного юридический, плюс у меня язык английский, по крайней мере, то есть, ну, мой адвокат, она молодец, она все сделала хорошо, то есть, она даже не выбрала это время, которое было ей выделено, то есть, я, в принципе, сам все справился, вот, хотя повторюсь, на регии я случайно, это совсем другой ролик, будет у нас вероятнее другой ролик, когда я про беженцев, если вам интересно, пишите об этом в комментах или в личном комментарии, в личных сообщениях, в комментах, везде, то есть, мы поднимем темы беженства, это отдельный ролик будет. Так вот, значит, с адвокатами, адвокат, по сути, он не защищает, не помогает тебе, а я отвечаю за каждое слово, сказанное, где надо по фактам, господа адвокаты, я могу каждого имя назвать, кто где, когда, как слышал. Итак, в принципе, сами адвокаты не скрывают. Так вот, адвокат не помогает тебе получить ВНЖ или убежище, адвокат, прежде всего, защищает Норвегию от тебя. Помните это, то же самое, как у нас, в Узбекистане, было, ну, не знаю, наверное, сохранилось это позорное явление, когда человека берут там с чем-нибудь в милицию, забирают, и, значит, тут же начинают его там, иногда ей прессовать, а чего сказать, откровенно бить начинают. И тут вдруг появляется адвокат, вот твой адвокат, который ты не знаешь. имейте в виду, это подставной адвокат, тоже отдельная тема, я, кстати, об этом писал в своих, всех трех предыдущих книгах, подставные адвокаты, имейте в виду, тоже другая тема ролика, но имейте в виду, что с этим адвокатом, с этим человеком, который может быть вообще не адвокат, близко, и удостоверение у него может быть любое. Если этого человека, адвоката, не наняло в вашей семье, значит, вы, это, это, это никто, просто посылайте его нахер, и все. Ладно. В общем, в итоге парень получает второй негатив, и по сути, у него есть последний шанс подать в Верховный суд, что в 90% случаев тоже будет отказ. Я видел случаи, как минимум 4 случая, видел, YouTube это заблокирует, в общем, когда люди, вот, да, был один парень из Африки, он сделал так, второй, значит, с огоньком все это, ну, облил себя, и вот, летально все закончилось, девушка одна утопилась, я не помню, сколько килограмм, арабской страны она была, еще там на севере, и четвертый парень залез, в ванну набрал, и сказал себе, в общем, вот так вот, то есть, люди не хотят уезжать, потому что некуда. Так вот, смотрите, какая штука. Здесь я встречал земляков, которые ходили по улицам, возвращаться домой нельзя, там ждут долги, и семья, по сути, в заложниках у местного бая, у которого он взял бабки, плюс проценты растут, он здесь ходит, собирает бутылки, дерется с цыганами, за эти бутылки, с местными бомжами, наркоманами, ворует продукты из магазина, был вот не так давно, как лет шесть, наверное, назад, случай, парня одного, нашего земляка, взяли в магазине, с поличным, взяли то, что он потерял сознание, там, не из-за того, что он украл буханку хлеба, одну коробку молока, и пол курицы жарили, вот, и на выходе, просто потерял сознание, потому что был голодный умер. Здесь в полиции, сразу скажу, полиция здесь, по сути, говорят, спецслужбы работают хорошо, но по поводу местной, вот, муниципальной полиции, это, это, это какой-то тихий ужас. Они, они хорошо работают, хорошо охраняют, только гей-парады, это да, здесь они молодцы. А так вот, что-то, какое-то преступление, даже вот, у меня был случай, когда, то есть, у меня были угрозы семье, то есть, я просил официальной защиты полиции, не, мимо, а как только зубы выбил, там, ребро одному сломал, сразу побежали. Вот такое, то есть, в процессе самообороны. Поэтому имейте в виду, к полиции здесь есть вопросы, в плане безопасности обычных граждан, особенно, если вы из мигрантской среды. Так вот, полиция дело не возбуждает, потому что, якобы, есть такой приказ, что, ежели ущерб не составляет меньше 22 тысяч крон, это было по тем временам, то уголовное дело не возбуждать. А эти магазинщики, они ему просто еще дали продуктов, там где-то, в общем, парни определили, лешку, чем там закончилось, я не знаю, потом телефон не отвечал, и все на это. Пользуясь случаем Муса, если ты меня слышишь, надеюсь, ты меня узнал, пожалуйста, отзовись. если где-то есть ребята из Эскишагар, то в кем-то, пожалуйста, ну, по крайней мере, парню звали Муса. Это все, что они... Имейте в виду, что не попадайтесь на уловки мошенников, не верьте никому, если что-то случилось такое, вот, если уж случилось, так что вы ищите работу, и с вас сразу требуют денег, это вас должно насторожить. Опять же, повторюсь, воспользуйтесь сайтом Миграционной службы Норвегии, их email, туда можно писать на английском, воспользуйтесь сайтом, вот, есть Brunus 3D это, значит, такой вот государственный орган, где зарегистрированы все организации. Здесь вводите орг номер, организация номер, и там выдают всю информацию про эту фирму, и сама существует. Туда же вы можете написать свой email на английском языке, и если есть у вас возможность, вы можете в рабочее время, в рабочие дни звонить, тоже говорить на английском языке, и там вам подскажут, что и как делать. Так, ну что же, дорогие мои, будем завершать на сегодня. Конечно же, я не хочу сказать, что абсолютно все фирмы по трудоустройству это мошенники, или какие-то там нехорошие ребята. Нет, конечно же, есть среди них добросовестные предприниматели, которые действительно помогают с трудоустройством, и которые действительно выполняют какие-то правительственные программы. Айнепр, не правительственные, нет. Конечно же, не все, но будьте, пожалуйста, очень внимательны и осторожны. если у вас возникли какие-то сомнения, не стесняйтесь задавать эти вопросы. Если есть какие-то сомнения, например, вы едете в какую-то страну, то там всегда есть русскоязычные сообщества, сейчас социальные сети, вот запрещенные в России тот же Facebook или тот Instagram, там тоже много информации и находите эти сообщества, не стесняйтесь задавать вопросы, каверзные вопросы, найдется человек, который вам на это ответит. Если за подобные консультации с вас будут просить деньги, просто посылайте их по известному адресу. И помните еще вот что, в случае отказа, в случае вашего депорта, за вами будет сохранен долг. В размере по тем временам 2003 года это было эквивалент в 5000 евро. Этот долг будет ходить за вами всю жизнь. Кроме того, после депортации вам будет запрещен въезд на территорию Европы в течение 5 лет. При условии, если вы выплатите этот долг. Конечно же, там есть бюрократические лазейки, можно сменить паспорт, сменить имя, немного изменить внешность, если это касается женщин, да и мужчины могут изменить внешность, и заново приехать. Но помните, что в полицейской базе есть ваши пальчики. Все. Ваши пальчики, а иногда даже и ДНК, по-моему, сейчас даже и ДНК берут. Так вот, компьютер полицейский, это раньше так-то приехал в другую страну, назывался другим именем, даже по вымышленному имени, взяли пальцы, взяли интервью, и там несколько месяцев человек слоняется по улицам, там чем-то занимается не всегда законным. Ладно, сейчас это все в прошлом. Только прикоснулся пальчики, все, 4 секунды максимум, компьютер сразу говорит, кто ты, где, откуда и зачем. Почему? Потому что когда вы попадаете в полицейскую базу одной из европейских стран, а у них так, это не как говорит там Путин, звенья одной цепи, нет, это одно единое целое. Значит, знает один, знает все, неважно кто это, Норвегия, Кипр, Греция, кто там еще, Польша, Латвия, Литва, Франция, все равно, где бы ты ни попал, 4 секунды компьютер говорит, это он, все, и там все твои подвиги выходят. Помните об этом. Ну, в целом, вроде бы так. Если есть вопросы, давайте пишите, обсудим. У меня есть, как минимум, на подходе для вас еще три темы. Будем говорить, будем обсуждать. Всем удачи, пока. он там Buа. Удачи, Em нам veurem цюн о дем difficult дем drawer и им